Наши реабилитационные мероприятия направлены на то, чтобы удержать как можно больше качественный уровень жизни, пока заболевание прогрессирует. Когда мы говорим о реабилитации, мы устанавливаем какие-то цели. Это должны быть цели реалистичные. Когда пациент после инсульта, это тяжелый путь. Вот именно реабилитационная среда, она помогает человеку превозмочь и плохое свое настроение, неучастие, низкую энергию. Это касается тоже онкологических пациентов. Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Бриль Екатерина, я врач-невролог. Мы сегодня поговорим о нейрореабилитации пациентов. Я очень рада представить Дмитрия Викторовича Кухно. Я очень рада, что я вас получила сегодня на нашу передачу. Дмитрий Викторович возглавляет, руководит клиникой восстановительного лечения в Ильинской больнице. Вы долго руководили клиникой реабилитации «Три сестры». Поэтому Дмитрий Викторович знает очень много о реабилитации. Собственно, сегодня я, наверное, буду вас пытать больше я, чем вы, раз уж вас получила. Потому что вопросов, конечно, много. И с моей точки зрения, вообще сегодня неврология без реабилитации невозможна. Потому что я, например, честно говоря, на приеме часто чувствую некий дискомфорт, когда я не работаю вместе с реабилитологами. Потому что невролог может сделать не очень многое. И поэтому название нашей передачи – это не ко мне. Я, конечно, не говорю, что это не ко мне. Но, тем не менее, я бы сказала, что это к нам. Потому что все-таки это какая-то мультидисциплинарность. Поэтому у меня скорее вопрос. Вам, Дмитрий Викторович, нужен невролог? Да, во многих случаях мы пользуемся консультацией невролога для исключения каких-либо специфических заболеваний, которые требуют внимания невролога. И они в этом более компетентны. Когда они это исключают, мы тогда занимаемся всеми теми проблемами, с которыми к нам пришел пациент. Вот это касается головных болей, например. А вот мне интересно. В принципе, если мы берем неврологические заболевания, то есть это достаточно разный спектр. Мы, например, говорим о постинсультной реабилитации, после черепно-мозговой травмы. Но есть же еще категория нейродегенеративных заболеваний. То есть, например, если постинсультная реабилитация, мы должны восстанавливать пациента как можно раньше начинать, после травмы и так далее. Но если есть категория пациентов, у которых все-таки неврологический дефицит развивается постепенно, это пациенты, например, с рассеянным склерозом, с паркинсонизмом, боковой амиотрофический склероз. Вот в отношении этих пациентов мы можем говорить о реабилитации? Или это как-то по-другому называется? Да, мы можем говорить о реабилитации и о цели реабилитации. Рассеянный склероз – наиболее сложное заболевание для реабилитолога, потому что мы понимаем, что это заболевание регрессивное, будет постепенный регресс. И наши реабилитационные мероприятия направлены на то, чтобы удержать как можно больше функциональный, качественный уровень жизни этого человека в течение того времени, пока это заболевание прогрессирует. Это касается и баз бокового амиотрофического склероза, рассеянного склероза и других прогрессивных заболеваний. Поэтому реабилитация, то же самое и в онкологии. Мы знаем, что осуществлено какое-то палеотивное лечение или лечение в прогрессе. А где грань? Есть грань между реабилитацией и палеотивной помощью? Пока есть человек имеет какие-то цели, или мы видим, что он может добиться каких-то целей, которые изменят качество его жизни, даже той оставшейся, скажем, жизни, которая у нее есть. Мы предлагаем свои услуги, мы пытаемся что-то сделать. То есть, когда мы говорим о реабилитации, мы всегда устанавливаем какие-то цели. То есть, это должны быть цели реалистичные, правильно? Абсолютно. Но вы, наверное, все-таки тоже сталкиваетесь с ситуацией, когда цели у пациентов нереалистичные, правильно? Да. Как вы работаете с такими пациентами? Да, это обычно у нас до реабилитации мы имеем интервью с человеком. И я вижу очень много, часто, в особенности, это касается спинальной травмы, травмы спинного мозга, когда есть сверхожидание, да, встану и пойду. Вот. И наша функция тоже, скажем, реалистично создать ту среду для человека, когда у него ожидания будут реалистичные, и он будет радоваться тому, чему он достиг, наоборот, а не быть в депрессии из-за того, чего он не достиг. Вот. Тогда он, его качество жизни значительно улучшается. Потому что мы знаем, есть пять, по-моему, да, когда приходит плохая новость. Первое – это отрицание. Второе – это, по-моему, злость. Потом торговля. И потом что-то либо, возможно, поиски, и потом принятие. Да, acceptance, да, так называемое. Ну да, и пациент на каждой из этих фаз может остановиться и застрять на самом деле. И здесь врачу, наверное, и психологу в том числе важно в этот момент понять, на какой фазе пациент и правильно с ним работать, да? Да, мы часто, в моем опыте, пациенты попадали на уровень злости. Они замыкались в себе, они не хотели никого видеть. Почему это случилось со мной, да, вы ничего не поможете. Ну то есть они вот… Вот и нам важно, вот почему мультидисциплинарный подход, когда, наверное, психолог, на постоянной основе, день за днем работает и как бы проводит его фазу принятия той ситуации, в которую он попал. Что делать с пациентами, у которых низкая мотивация к реабилитации? Как их все-таки… Обычно мы, что мы предлагаем, одно из реабилитационных лечений – это среда. Мы меняем среду. То есть это тот же режим, вот, активность в течение шести часов, да, не просто человек лежит или занимается с ним постоянно, его попытаются вовлечь в какую-то активность. Что ему нравится, мы пытаемся выяснить, что он любит делать, какой-то хобби. И шаг за шагом, шаг за шагом, день за днем мы вовлекаем их в жизнь. То есть чтобы они… Насколько часто вы используете, добавляете, например, антидепрессанты какие-то вот в этом отношении для того, чтобы… Антидепрессанты обычно, если я решаю, стоит вопрос об антидепрессантах, я пользуюсь консультацией невроголом. Невроголом. То есть в этом случае вы говорите, это не ко мне, это к неврологу. Я могу назначить депрессанты. А психиатры бы сейчас сказали, это не к неврологу, это к психиатру. Психиатры, ну, собственно говоря, психиатрия как бы… Да, здесь на Западе, да, вызывают психиатр… То есть пользуются психиатрами. Почему мы пользуемся здесь неврологами? Потому что у вас самый лучший опыт в назначении, в менеджменте этих медикаментов. Вы их постоянно назначаете, вы знаете, как они взаимодействуют, как действуют. И лучше позвать вас и воспользоваться вашим опытом. А я знаю, что вы жили в Штатах и там стажировались, учились, работали. А вот подходы к реабилитации в Штатах, например, и у нас, и вообще в Европе, они в разных странах, как они отличаются? Ну, в США более агрессивный подход к реабилитации. То есть почему там, не знаю, выделяется больше денег на эту службу? В Европе более мягко, да. У нас, к сожалению, здесь реабилитация только начала развиваться, эта служба. Но я вам скажу, вот врач-реабилитолог, специальность врача-реабилитолога, это как раньше был, скажем, до революции земский врач. Ты знаешь медицинское состояние больного, состояние его, среды, где он живет, кто у него помощники, как он живет, в каком доме, какие у него трудности и прочее, прочее. Когда ты с ним взаимодействуешь, то есть сам реабилитолог, я оцениваю все эти ситуации, помимо медикаментозного лечения или какого-то инвазивного. И мы пытаемся человека вернуть первоначально к жизни преморбидному, да, или как, скажем так. Но все-таки реабилитологи, получается, из неврологов, из физических терапевтов, из кого? Нет, это отдельная специальность. Эта специальность была сформирована где-то в 30-е годы. Первый был такой доктор Крузен, он заболел туберкулезом. И лечение от туберкулеза есть фармакологическое, да, а вот все остальное, как с этим быть? Вот, и он задумался, то есть первоначально принимались как физические методы лечения. Тепло, холод, какие-то токи, да, и у нас вышла такая специальность тоже, физиотерапевт. Но она потом не менялась, вот. А после войны, Второй мировой, вернулось очень много молодых людей, раненых, ортопедические, неврологические, взрывная травма, поврежденных. И они находились в госпиталях, и их могли выписать, но не могли, потому что дома они не могли сами жить. Еще называли госпиталя скуки, потому что там по 2, по 3, по 4 месяца люди молодые находились, но они не знали, как и что дальше мы его выпишем, он дальше не сможет дома жить, да. Вот, и появилась такая специальность, как физическая терапия, которая занимается мобильностью, передвижением, перемещением, эрготерапия, самоуход. То есть те вещи, которые мы делаем с легкостью, и которых нас научили мама и папа из детства, да, мы уже об этом забыли, но когда у человека повреждение головного мозга, его надо переучивать, или когда нету конечностей, нужно адаптировать другую конечность под все эти функции, это требует определенного навыка. И вот этот навык, этим навыком занимается эрготерапевт. Европейское название в Америке называется occupational therapy. То есть, what's your occupation? Чем ты занимался раньше, да? Я занимался компьютером или был автослесарем, да? И вот они моделируют среду, чтобы ты занимался, ну, то есть, поэтому occupational therapy называется, терапия. Вот, и далее у них есть такая специальность pitch language pathologist. Он занимается и речью, и глотанием. А глотание нарушено во многих, при многих заболеваниях, дисфагии и прочее, прочее. То есть, они помимо речи оценивают глотание, прогресс в диете. Извиняюсь, я вас перебью. Я недавно ездила на европейскую школу, которую проводили по экстрапирамидным расстройствам, по паркинсонизму, нарушению речи и глотания при паркинсонизме. Меня поразило, конечно, насколько вообще, какое количество у них спичестерапевтов. То есть, у них на одного невролога приходится там 3-4 спичетерапевта, которые активно занимаются с пациентами с паркинсонизмом. Причем, там показано, что при болезни паркинсона есть исследование, доказательная база, что спич, скажем так, вот эта речевая терапия, профилактирует нарушение глотания у этих пациентов, улучшает речь и так далее. Они этим активно занимаются, причем, я говорю, есть доказательная база у этого и активно применяют. Да, реабилитация, то есть, скажем, концепция реабилитации, она неврологическая, задача специфическая. Когда ты что-то делаешь, ты должен сделать несколько раз, чтобы у тебя появился навык и проростный нейрон. Когда у тебя появляется навык, точно как вы играете на фортепиано, например, я не играю, да. Если мне пассивно переставлять пальцы, ничего не будет. 100-200 раз. Но если 20 раз какие-то квадратики я буду стараться, то на 21 у меня получится, да, потому что прорастет нейрон. Процесс нейропластичности, когда все-таки образуются новые синапсы, новые связи, да, выключаются те зоны, которые выключены в обход, их начинают работать другие зоны головного мозга. Ну, доказали то, что прорастает нейрон. Называется шпротирование, спраутинг. Причем это доказали хистологически, все это, ну, то есть функция, цель специфическая. Поэтому для реабилитации очень важно, чтобы человек выполнял команды. Если он не выполняет команды, пассивная реабилитация, она не очень эффективна. Не очень эффективна. Я вот в своей практике, ну, сейчас реже, слава богу, но тем не менее сталкиваюсь с ситуацией, когда пациенты, там, после инсульта или после какого-то неврологического тяжелого дефекта, да, попадают к неврологу в поликлинику, не попадают на реабилитацию, назначается им огромное количество каких-то внутримышечных, внутривенных вливаний, там, в нашей стране любимых неотропов, да, и не назначается даже та же самая физическая реабилитация. И каждый раз для меня, ну, огромная проблема объяснить для пациента, да, что вот это не надо. Даже есть наш с вами общий пациент, которому, один из которых, которым был проведен тромболитис, которому было сделано все как надо. Мне потом звонили родственники и спрашивали, почему не был назначен там неотроп, а как же так, то есть, вот в вашей практике это часто. Часто ли вам приходится объяснять пациенту, что здесь вот необходимо вот это, вот это, вот это, что необходима реабилитация, а не внутримышечные, внутривенные вливания препаратов, которые не доказали свою эффективность? Да, к сожалению, такие пациенты попадаются, и мне приходится иногда даже говорить с сожалением, я говорю, что мы в нашей клинике, это было и в трех сестрах, мы не назначаем непроверенных лекарств, которые были, может быть, фармкомпаниями или каким-то образом, или по какому-то умозаключению, да, то есть мы не можем с нашей квалификацией подвергать непроверенного увлечения людей, то есть мы проверяем только те доказанные методы, используемые в нашем центре. Все, если мы по каким-то поводам не подходим, то мы октавиген, еще что-нибудь там цирокапать не будем. То есть, что... Интересно, я где-то мне попалась, кто-то написал, как это назвал, плацебо-ритуальные запросы пациентов. Да, да. То есть я не знаю, как вот здесь быть, потому что, потому что этого достаточно много, и, в общем, я иногда понимаю неврологов, которые сидят на, там, амбулаторном приеме, они просто не имеют ни времени достаточного, ни нормальной вокруг себя мультидисциплинарной команды, которая позволит, да, заниматься, взять пациента в оборот и заниматься полноценной, ну, как бы доказанной реабилитацией. К сожалению, это не легко, потому что фон в СМИ, да, и я помню в истории Советского Союза еще тогда, да, какие-то кремлевские таблетки, какие-то лекарства, которые с легкостью решают твой вопрос. К сожалению, такого нет. Когда пациент после инсульта, я говорю, это тяжелый путь, каменистый, нелегкий, и пройти его можете только вы. Мы будем вам только помогать всеми силами и всей этой средой, но это только вы. Никакие лекарства, ни прочее, ни прочее. Единственное, что мы, чтобы не случился второй инсульт, да, профилактика, да, вот, но другие средства, они имеют очень маленькую доказательную базу, если имеют ее вообще, да, вот. И вот именно реабилитационная среда, она помогает человеку, ну, превозмочь и плохое свое настроение, неучастие, низкую энергию, да, и пойти шаг за шагом, сажа. Даже это касается тоже онкологических пациентов тоже. Вообще интересно, конечно, то есть, а вот пациенты в вегетативном статусе, пациенты с состоянием минимального сознания, какая здесь может быть реабилитация? Да. Есть определенная, ну, прагностическая система, да, глубина, длительность комы, да, мы смотрим, насколько человек был в своей коме, не медикаментозной, а в своей, да, это свидетельствует о силе контузии или поражения головного мозга, да, вот. И есть, у нас есть программа реабилитации людей в малом сознании и, либо же в коме, да. Основные вещи, основные моменты, первое, это профилактика осложнений, длительного нахождения в постели, потому что эти осложнения могут, они приводят, по сути дела, уже необратимым изменениям, да, они ухудшают прогноз, да, вот, поэтому это профилактика осложнений и пассивная реабилитация. Пассивная реабилитация – это профилактика контрактур, прочего-прочего, потому что когда человек лежит, у него возникает нарушение метаболизма, скажем, кальций вымывается, есть такая гетеротопная осификация, так называемая, образуются контрактуры, да, чтобы этого не произошло, пролежни те же, да, инфекции мочевых путей, потому что эвакуация нарушена, сухая лазь, ну, то есть многие вещи. Но третийная поддержка – это тоже входит в комплекс реабилитации или все-таки это другое? Нет, это, то есть мы делаем все, что, и мы ждем, да, мы ждем, чтобы человек вышел в малое сознание и потом начал выполнять команды, то есть в малое сознание, когда там кома, когда у нас, по-моему, нету цикла сон, бодрствования, да, малое сознание, когда этот цикл есть, ну, это самое, а когда он, медитативно вернее, а когда он выходит в малое, он начинает уже реагировать на внешнюю среду и может выполнять команды тогда, вот тогда агрессивная реабилитация, она у него очень польза от нее, да, потому что начинает выполнять команды, как мы говорили, прорастает задача специфическая, да, вот, поэтому когда ко мне звонят и консультируются, вегетативные состояния различные, малое сознание, я вот веду беседу в таком ключе, что если человек находится, например, в коме, и люди хотят его быстро, это самое, я говорю, что здесь еще доктор, время, да, некоторое время мы посмотрим, вот, главный уход, профилактика осложнений, да, у нас есть программа стимуляции комы, то есть мы стимулируем вибрация, если реагирует, да, вкус, запах, мы думаем, это как-то оптимизирует, укорачивает состояние человека, находящегося в коме, исследований нет, есть попытки, да, вот такие умозаключения, но они на чем-то базируются, да, все-таки, ну, какие-то анатомии, физиологии, да, фармакологии. Ну, есть, наверное, исследования по функциональной МРТ, да. Функциональной МРТ тоже, да, то есть это весомый такой динамичное направление, да, вот. Мы ждем, ну, обычно приходится ждать, вот, супруг, у тебя Риэль-Шарону 7 лет пробыл в коме, да, и умер, да, если год находится в коме человек, то уже шансов мало, вот, как бы то ни было. Ну, да. А если мы говорим о постинсультной реабилитации, ну, вот, когда, там, еще лет 15, когда я была в ординаторе, сейчас за 15 лет концепция постинсультной реабилитации, она очень сильно изменилась, то есть я еще помню, в ординаторе нас учили пациента не трогать, да, там, правильное положение, и все, сейчас все-таки ранняя реабилитация, и у нас в стране тоже были созданы центры, региональные сосудистые центры, да, первичное сосудистое отделение, реабилитационные различные программы, хотя, несомненно, насколько я вижу, этого не хватает, недостаточно, и очень много, скажем так, наоборот, недоказанных методов реабилитации применяется вместо того, чтобы применять то, что, как бы, необходимо. Почему при инсульте надо рано начинать реабилитацию? При инсульте, скорее всего, это связано с репаративной способностью ткани, когда у нас рано, да, сразу все активизируется, все факторы роста, все-все-все регенерирует активно, когда образовывается рубец, затихает, вот, то же самое неврологическая ткань, какая-то репаративная способность, все это присутствует, как у нас, как у млекопитающих, да. Есть какие-то сроки, вот, например, для речевой функции, да, что вот в течение, там, года, двух, трех будет восстановление? Ну, общий, скажем так, общая концепция, или наиболее доказанная, что ли, массово испытанная, или в первые три месяца восстанавливается 50% двигательных всех функций, которые восстановятся вообще, да, в последующие 6 месяцев, там, другие 30%, и потом еще 20%, то есть через год остается уже, то есть первый год очень важен, но самое важное первые три месяца, вот, в эти три месяца наиболее, наиболее, наиболее. А потом можно делать какие-то перерывы или нет? Вот есть какой-то, да, конец, начало, то есть, понятно, что это же дорого, вот, если говорить о нормальной реабилитации, это же огромная команда, которая работает с пациентом, это же дорого. То есть, когда надо остановиться, когда не надо останавливаться, как это определить? Ну, самая такая концепция вообще принятая, самая, которая идет на пользу пациенту, то, что пациент после нейрологического стационара или реанимации нейрологического стационара попадает в реабилитационное отделение, потому что первый месяц самый важный, да, второй месяц, вот, потому что в это время происходят наиболее те ранние осложнения, которые могут потом повлиять на дальнейшее выздоровление, да, ну, и как мы помним, инсульт – это осложнение, это не самостоятельное заболевание, нужно, если в стационаре не выяснили до конца, почему он произошел, да, и назначена профилактика адекватная, да, мы это делаем у себя, да, и, как бы, с человеком, то есть, в процессе беседы мы очень важно пить, там, скажем, аспирин, да, или тоже какие-то лекарства, потому что очень многие из non-compliance, так сказать, пропускают эти лекарства, все, и потом они получают этот инсульт, хотя могли бы его не получить, да, хотя бы могли, в особенности, если касается фибрилляции, да, замерцательной реплии, да, вот, и, ну, вот таким вот образом, и мы в первые дни, и они наиболее тяжелые для пациента, да, и мы приглашаем родственников, чтобы они были с ними, или хотя бы в последнюю неделю с ними, да, потому что реабилитация продолжается и дома, да, и человек немножко изменен, он гемипресс имеет или еще что-то, и нужно понимать, чего бояться, чего не бояться, чего опасаться, каким образом может быть изменить дома там среда безопасная для, с точки зрения падения, да, как он кушает, как он прочее, то есть его близкие или его помощники, которые в последнюю неделю находятся с ним, они видят, как с ним занимаются физический терапевт, эрготерапевт, речевой патолог, да, нейропсихолог, и потом этим продолжает заниматься дома, вот. С научной точки зрения по, скажем, в литературе, после инсульта реабилитация может занять некоторое плато, да, плато, то есть идет приобретение функции приобретения, обычно я говорю, если вот человек продолжает приобретать функции, то есть нога становится лучше, плечо начинает двигаться, кисть начинает двигаться, продолжать, потому что потом наступает плато, когда это плато наступает, можно выписать домой, человека побыть дома, но потом в течение этого же года опять вернуться к репли, потому что после плато опять возникает приобретение функции, период. Почему это так? Просто на это обратили внимание, и стали более внимательно смотреть, и увидели такую вот тенденцию. Поэтому, когда человек попадает к нам, мы смотрим максимально, как он приобретает функции, и говорим с родственниками, смотрите, вот на этом функциональном уровне он будет дома окей, да, вы сможете с ним, будет безопасность, в безопасной среде для себя, и будет вас устраивать, сможете за ним ухаживать. Если нормально, мы выписываем домой, да, он дальше продолжает, он может, ну, в Москве, говорит, сложно амбулаторно приезжать, потому что... А вы как вообще к амбулаторной вот этой, к амбулаторной, дистанционной вот этой реабилитации программы? Положительно, но почему стационарной? Потому что только в стационарной среде мы можем достичь той интенсивности реабилитации, которая нужна в первые месяцы. А поддерживать уже можно дистанционно, например? Дальше, да, дальше, когда уже, может, амбулаторно, и мы рекомендуем тоже, потому что нужно стараться, потому что впереди еще очень много жизней, если случилась инсульта, да, и вы, ваше качество жизни здесь напрямую, как вы восстановитесь. А как вы относитесь к различным, вот сейчас очень много же компьютерных вот этих вот систем, которые стоят достаточно больших денег, да, реабилитационных, а вот эта вот реабилитация с помощью игры, да, то есть я знаю, что есть доказательная база, и она достаточно эффективна, то есть как вы к этому относитесь? Это да, и это обратная связь. Игра — это та же самая обратная связь. Скажем, я отношусь на ранних этапах реабилитации, да, естественно, когда один на один, one to one, да, потому что когда физический терапевт работает с пациентом, он его правит, он его касается. Тактильно, проприорецепт, то есть он гораздо эффективнее получается этот, сессия этой реабилитации, нежели чем теоретически, или человек делает это сам, и никто его не корректирует, потому что иногда не оценивает так правильно это или неправильно, вот. Ну а все эти игры и прочее, то есть при, скажем так, определенной самодисциплине человека или со стороны родственников, да, это может быть применено в домашних условиях. Если есть дефицит, в особенности речи двигателя, когнитивный, да, почему нет? Я только за. Дмитрий Викторович, а вы, вы же еще в Кавелинской больнице возглавляете службу pain management, службу лечения боли, и вы этим активно много лет занимаетесь. Вот в реабилитации боль, например, если мы говорим о хронических болевых синдромах, боль в спине, да, и так далее, то есть как здесь вы работаете с этими пациентами? Ну, мы в реабилитации... Когда невролог, когда вот, то есть я бы пациента с хронической болью всегда бы отправляла только к вам, хотя это же неправильно, правильно? Где, где наши, где наши зоны? Ну, здесь вместо в чем, вот, например, замороженное плечо, да, вот, после инсульта. Что невролог может с ним сделать? С ним надо заниматься постоянно, он должен, опять же, я сам персонально с ним занимаюсь, занимается физический терапевт, да, но что я делаю? Я делаю блок надклицов, как супраскопулярного нерва, который 70% нервирует капсулы сенсорные, чувствительные, и если без этого блока человек не может руку поднять никак, если с этим блоком, они ему эту руку разрабатывают, и мы этот блок делаем просто, анестетика, раз в неделю гораздо лучше функционально, то есть рука, все, все хорошо. Боль в спине? Боль в спине, это больше, скажем, сейчас боль в спине очень большой такой беспорядок, он не только в России, скажем, да, в Европе тоже, ну, сейчас пытаются навести этот порядок как-то, да, упорядочить, потому что очень много спекуляций, очень много, скажем, таких людей, которые, ну, не совсем все правильно делают, но не пользуются просто массовостью этого заболевания. Концепция такая, боль в спине должна пройти за три месяца в 90% случаев, потому что любая биологическая ткань, ну, кроме, может быть, головного мозга, да, за ним заживает три месяца. После трех месяцев, если боль не прошла, она самостоятельно может не пройти, вот. Каким образом это было доказано? Ну, что же на доказательной базе? В Норвегии есть какое-то селение, я не знаю, там, какие-то, как староверы, да, вот они вот заболели, говорят, я буду болеть, вот как оно будет, так и будет. И университет наблюдает за этими людьми, и по всем вот заболеваниям у них есть биологическая база данных. Другие потом у них покупают эту базу данных, да, это как там Оксфордский какой-нибудь компьютерный тест, там, вот они вот его продают, это как научная система. То есть, и благодаря вот этому вот наблюдению, изучению этих людей, мы примерно знаем биологическую, ну, длительность, что будет, да, вот зуб заболел, что будет. И с виной, то есть, если в течение трех месяцев она, значит, не пришла, то считается хроническая боль, то есть она вас будет беспокоить. Значит, нужно что-то делать, да. Все лекарства, НПВС, физиотерапия, различные остео, вытяжение, все исследования сделаны в эти первые три месяца после боли. Ни одно из исследований не сделано после трех месяцев, после этой боли, когда боль хроническая, как это влияет на хроническую боль. И вот эта мисконцепция, она утаивается. Никто, ну, не то, что утаивается, никто на это не обращает как-то внимания. Вот, и то, что вот хроническую боль лечить потом гораздо сложнее. Почему здесь есть и, наверное, психологи, да, почему мы применяем интервенционные методы. Сейчас называют, у нас здесь есть слово блокады, но блокады, оно настолько его обесценили, да, вот блокады, то есть в слово блокады вкладывается буквально там подкожное ведение анестетика, да. В нашем случае это, сейчас новое название, и в мире это появляется новое название, это высокоточное таргетное ведение медицинского препарата к месту боли. В данном случае мы говорим, скажем, если болит колено, сустав, если есть воспаление, мы вводим туда астероид, либо же препараты галуроновой кислоты. То же самое позвоночник. У нас есть суставы фасетные, которые точно так страдают остеортритом или дегенеративные изменения с возрастом, которые точно так же болят, да. А мы так устроены, ну, скажем, филогенетически, да, то есть если есть какое-то нарушение костное, мышца сразу спазмируется. Мы знаем, когда есть перелобы, мышцы спазмируются, вытяжение, да, то же самое позвоночник, если есть какая-то нестабильность или еще что-то, мышцы, и человек обездвижен, вот. Через две недели отпустит, 10 дней буквально это спазма, поэтому мы уходим на массаж, массаж, чтобы мышца растянулась, ее нужно расслабилась, ее нужно растянуть. И все массажи точечные и прочее, прочее, это концепция, другой нет. Вот, поэтому, когда мы занимаемся хроническим лечением боли, мы вводим стероиды, 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 у нас здесь тоже, мы говорим, гормоны, гормоны, да, это противовоспалительные лекарства, самое мощное, никто еще в мире мощнее не придумал противовоспалительные лекарства, нежели чем встроить, да. Мы вводим таргетно, точечно, именно в то место, не системно, когда они имеют определенные там побочные действия, да, когда только лишь малая концентрация развивается в этом фасете, где это место боли, да, вот. И второй момент, есть радикулярные боли, да, когда корешок, когда, вот. Вот, и с радикулярными болями тоже мы вводим стероиды, мы вводим к месту грыжи, да, и уже доказано уже в нескольких исследованиях, что если чем больше грыжа, тем она лучше рассасывается, она быстрее уходит, если через год сделать снимок, грыжа будет 70%, интересные цифры, в 75% она уменьшается на 75% своего размера, вот таким вот образом. Еще есть боли, скажем, тазовые боли, так называемые симпатические боли, или органные, автономные, вот. У нас есть анатомические, здесь несколько сплетений, которые мы можем блокировать, вот, или ввести туда стероид, или ввести туда, так называемый нейролизис, спирт, просто убрать, точечно, и... Ну, это тяжелые очень же пациенты, мультидисциплинарные, которые ходят от гинеколога, да, 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 абсолютно верно. Невролога и так далее, и так далее. Очень много во Франции, институт, я забыл его название, ну, в общем, они тоже сделали исследование по поводу срамного нерва. Они исследовали 3000 женщин, по-моему, после трех лет у них у всех была нейропатия, это у срамного нерва, у них был выставлен диагноз, это нейросоматическая боль, то есть... Хотя на самом деле это срамной нерв, он длинный просто, он на своем пути может там повредиться, это велосипедисты часто его травмируют, там, вот, люди, кто... Вот, и мы делаем блок, мы смотрим, проходит боль или нет, если она проходит, да, мы понимаем, что это именно генератор боли, да, и тогда мы обрабатываем радиочастоту, у нас есть различные такие методы, вот, радиочастотные, да, которые высокочастотой 5000 Гц, они разбивают натриевые каналы, и проведение по си волокнам немилинизированных боли снижается. Как вы относитесь, вот, к электро, всяким физиотерапевтическим мешатьям? Есть доказанные методы, и чрезкожная стимуляция нервная, и тепло, холод. Еще есть такие вещи, скажем так, это касается вот реабилитации, это касается физической медицины, пимонар, специальности. Есть лечение, которое лечит болезнь, а есть лечение, которое ты чувствуешь лучше. Лучше. Вот мне очень понравилось, как-то вы сказали, да, мы когда обсуждали с вами пациента, вы сказали, что есть вещи, от которых пациенту просто хорошо, да? Это ароматерапия, это все, 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 что связано с массажем тайским, ну, то есть вы чувствуете себя лучше, это хорошо, делайте это. То есть, ну, только не применять это лечение к тем заболеваниям, которые действительно нужно обратиться к профессиональным докторам, да. Как раз, да, это очень хорошая нота, на которой мы, наверное, должны закончить. Дмитрий Викторович, спасибо вам огромное, что вы пришли. Действительно, вы сказали важную вещь, что делайте все, чтобы вам было хорошо, но в тех ситуациях, когда нужна команда профессионалов, вы должны обращаться именно к ней. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо.